В Анастасиевском сельском поселении есть четыре населенных пункта. В самом крупном из них, в станице Анастасиевской, проживает без малого 11 тысяч человек. И в хуторах Ханьков, Прикубанский и Урма еще около 1800 жителей. Это поселение известно своей развитой экономикой и хорошим благоустройством. Каждый год здесь происходят изменения к лучшему. В этом мы смогли еще раз убедиться, побывав на сессии Совета поселения. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно проанализировать все сделанное за прошедший год и в случае необходимости внести необходимые коррективы. О том, что удалось сделать в прошлом году, глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко доложил на расширенной сессии Совета с жителем и депутатом. В докладе главы было сказано, что за 2021 год поселением выполнены плановые показатели по формированию бюджета. Собственные доходы выросли на 2 миллиона 745 тысяч рублей. Собранные средства направлены на развитие социальной сферы и благоустройства. На выполнение мероприятий по благоустройству жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения в 2021 году израсходов на 73 миллиона 229 тысяч рублей. Основные расходы были произведены на ремонт уличной дорожной сети. Их объем составил почти 41 миллион рублей. Основными программами, исполнение которых осуществлялось на территории поселения, стали капитальный ремонт асфальтобетонной дорог и ремонт дорог общего пользования. Выполнен ремонт дорожного покрытия на 13 объектах протяженностью 5 километров 650 метров на сумму 21 миллион 516 тысяч рублей. Благодаря участию в целевых программах и активной жизненной позиции главы поселения удалось обеспечить благоустройство на более высоком уровне. Анастасиевцы получили прекрасный предновогодний подарок – парк Станичный, который отвечает самым современным требованиям. Глава Славянского района Роман Синеговский положительно отозвался о работе главы поселения и его команды. Также он рассказал о том, что было сделано в минувшем году по социально-экономическому развитию муниципалитета. Я думаю, что есть чем гордиться. Много сделано. За Александра Григорьевича вы знаете. Это опытный глава, очень ответственный, беспокойный руководитель. Очень любит свою станицу. Я всегда привожу пример команду Александра Григорьевича по поводу того, что во взаимодействии с жителями получается у вас решать вопросы по грядированию и восстановлению дорог в щебеночном покрытии, скажем так, в раввинном исполнении. И вот 4000 кубов, которые совместно с жителями решили, но я считаю, что это серьезная такая работа. В поселении еще, конечно, есть нерешенные вопросы, но они постепенно решаются. Председатель совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что депутаты районного совета, избранные от поселения, сделали все от них возможное, чтобы поселение динамично развивалось. Когда мы приезжали сюда, здесь, конечно, всегда кипит работа, здесь не играет в администрации ветер по коридорам, здесь все в динамике, в движении, во дворе клепают знаки, убирают мусор, все всегда в пределе. И, конечно же, и депутаты все делали для того, чтобы жизнь поселения улучшалась. Мы из резервного фонда главы, спасибо, Роман Иванович, из резервного фонда главы района, использовали более 350 тысяч рублей на благоустройство наших социальных объектов. Прежде чем принять отчет главы поселения, жители задали свои вопросы, на которые получили конкретные подробные ответы. Власть на местах взаимодействует с гражданами и отлично знает их нужды. Анастасиевцы не остаются в стороне при решении общественно важных проблем. Это взаимопонимание и сотрудничество помогают общему делу. Действительно рады. Молодежь играет, площадка спортивная. На гитарах вечером тоже проезжаешь на машине, они вот на лавочках сидят, песни поют. Жителям, конечно, очень это замечательно. У нас еще площадки открыты не только в центре, площадки открыты у нас при детской школе искусств тоже там и лавочки стоят, и детские формы, карусельки. И как глава сказал в своем отчете, у нас планируется в этом году и в другом конце Анастасиевской тоже детские площадки открыть. Для молодежи тоже много делается спорткомплексы, в парке есть, кстати, кроме детских площадок. Опять же, как по отчету видели, спортивный комплекс, который по вечерам работает. Поэтому, да, есть, конечно, вопросы, как сделать еще лучше для молодежи, для молодых мамочек, чтобы и там и дети были. Ну, я смотрю, глава старается, все замечания никого не откидывает, со всеми общается, работает. Поэтому, буду надеяться, что дальше так и будет лучше. Большие задачи стоят перед поселением и в нынешнем году. Планируется участие в трех краевых и федеральных программах. Работы по благоустройству будут продолжены. По итогу расширенной сессии депутаты единогласно признали работу главы администрации поселения удовлетворительной. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа события.